Современная ферма за разумные деньги. В Борисовском районе открылся новый товарно-молочный комплекс. 33 коровы, их родился новый, как стакан парного молока. Расскажите нам, столичным жителям, что значит ферма, с чего она начинается? С чего она начинается, данная ферма, она предназначена для содержания 800 голов дойного скота. Здесь установлены вентиляторы, самого последнего поколения, как вы видите, чесалки. Здесь поддерживается определенный микроклимат, что создает комфортные условия для содержания скота. Вот люди говорят, есть же старые фермы, зачем вот новые строить? Первое, здесь намного больше автоматизации. Мы сейчас все знаем, что на деревне количество людей уменьшается с каждым годом. То есть оптимизация, это самое главное. И плюс качество молока. На сегодняшний день хозяйство сдает 100% молока сортом «Экстра», что позволяет нашу продукцию молочную продавать на экспорт. То есть новый комплекс, он соответствует всем требованиям, и здесь проще производить качественное молоко, чем на старых фермах. С чего мы начали здесь работу? На данный момент здесь завезено 200 голов нителей, которые будут здесь на ферме телиться и уже раздаиваться. То есть никаких коров сюда не завозили. Начали с нителей. На данный момент уже отелилось три головы, и то есть они стали у нас коровками. С день открытия комплекса у нас именно за час до открытия родился первый теленочек, которого назвали Маруся. Сейчас у нас уже три своих теленочка, которые здесь и родились, и живут. И это, конечно, для нас очень большой праздник. Тридцать три коровы, из них родился новый, как стакан парного молока. Сегодня нам действительно повезло. Мы приехали на ферму и застали рождение вот этого маленького теленка. Можете посмотреть, до двух месяцев телята на этой ферме содержатся в индивидуальных боксах, и они вот здесь набираются сил. Сейчас, к слову, на ферме три теленка. Из импровизированного детского сада мы переходим в «Святая святых». Как здесь ее называют, это то, из чего делаются деньги – молоко. Пить и дети молоко, будьте здоровы. Пить и дети молоко, будьте здоровы. Корова идет с сарая, грубо говоря, где она содержится. Идет сюда, опять же, по мягкому покрытию. Кстати, вот эти резиновые коврики, они производятся уже у нас в городе Бобруйске. Стойловое оборудование, все железо, опять же, это отечественное производство, производится оно в городе Минске. Вот этот доильный зал, он и монтирован, и собран Дятловской сельхозтехникой. Специальные ванны для обработки копыт. Все сделано для коровы. Сюда остановится задом, зажимается и доится. И потом выходит в другую сторону. Корове кто-то помогает или она сама понимает? Нет, на сегодняшний день, опять же, в чем плюс данного комплекса, если понаблюдать за животными, они идут сами. Их не нужно ни гонять, ни кричать о них. То есть, у них комфортные вот эти условия, и они идут гуляючи. Им хочется идти подоиться. Ведь корова, на самом деле, она любит, когда ее доят. Санаторий. Санаторий для коровы. Я уже узнала, что аппараты у вас уникальны, что они даже распознают, когда, например, у коровы есть заболевание или мастит на соске, то аппарат реагирует, что молоко не попадает туда больным. Конечно. На сегодняшний день такая система работает. Здесь есть специальная, опять же, отводная линия, которая может убрать то молоко, которое непригодно. То есть, в холодильник поступает только молоко хорошего качества. Здесь создавались условия и для человека, и для коровы. Мы должны понимать, что эти люди, они кормят всю страну. И прежде всего город Минск, где проживает четвертая часть населения нашей республики. Поэтому, меньшане, знайте, кто вас кормит. Спасибо вам за то. Совершенно верно, да. Если ваша жизнь не пьет ключом пока, значит просто мало-мало-мало-мало-мало-мало. Средняя зарплата доярки на сегодняшний день 2,5 тысячи рублей. Зарплата телятницы аналогичная. Животноводы получают в среднем где-то 1500-1700 рублей. Да, тяжело где-то встать в 4 утра, но, опять же, у них скользящий график, то есть есть возможность отдохнуть и съездить в ту же самую столицу. То есть при наличии денег можно полностью обеспечить себя той потребностью, которая, в принципе, тебе нужна. Вы увидели те условия, которые, ну, действительно созданы и для животного, и для человека. Если ваша жизнь не пьет ключом пока, значит просто мало-мало-мало-мало-мало-мало. Наши танки для хранения молока. Общий объем здесь 20 тонн для молока, который идет на молочные предприятия. И запасной трехтонник, который для технических нужд идет. Опять же, здесь установлены и предохладители молока, которые, опять же, если вот кто разбирается, уменьшились в объеме намного. Очистители воды. То есть здесь, опять же, мы видим современные технологии, которые нам позволяют достигать того качества, которое нужно на самом деле переработке. Заходите, ищите продукцию нашей Борисовской здравушки. Конечно, всегда покупайте. Я думаю, вы будете довольны нашим молоком. Мы зашли в один из местных магазинов, можем наблюдать. Минск, Минск, Брест, Брест. И пустая полка. Читаем, здравушка. Вот что значит. Местный предпочитает качественный, хороший продукт от самых лучших коров, как нам сказали на ферме. Остатки сладкие. И мы видим, что осталось пару пакетиков молока производства здравушка. Берем. А вот и здравушка подъехала. Мы так переживали, что сердце. Не переживайте. Просто он очень быстро расходится. Да, да, да. Разбирает очень быстро. Разбирает очень быстро. Мы видим, что полки только что были пустые, но уже заполняются новыми продуктами. А вы какое молоко любите? Я тоже справочку. Вот так.